Ветер перемен 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 Когда летучие мыши подлетают к лопастям, они попадают в зону пониженного давления, которая разрывает им лёгкие. Здесь живут осаеды. Это редкий, занесённый в Красную книгу вид птиц, которые могут столкнуться с лопастями ветряка. Здесь гнездятцы размножаются всего несколько пар, и каждый случай гибели осаеда — это огромная потеря. Зёрен Шёбель и Лея Штайнер в свою очередь считают, что борьба с изменением климата перевешивает все аргументы противников. Они подчёркивают, что это лесонасаждение используется для экономических целей. Мы будем защищать каждую отдельную летучую мышь, каждую отдельную птицу, или мы хотим защитить целые виды? Ветряные станции способствуют энергетическому переходу, они приносят большую пользу дикой природе. В Германии сейчас где-то 30 тысяч ветряных турбин. Несомненно, для достижения цели энергетического перехода нам понадобится удвоить или утроить это количество. Ещё один источник возобновляемой энергии — солнечные батареи. Мы пришли в гости к фермеру Карлу Швайсфурту, который хочет установить их на крыше своего амбара. У нас в районе достаточно крыш, чтобы, установив на них солнечные панели, обеспечить себя электроэнергией. Там у фермера Бенна три больших амбара. Для его собственной фермы столько электроэнергии, сколько можно получить на этих крышах, не нужно. Если мы будем получать приличное вознаграждение за установку панелей на крышах, устанавливать их в других местах не понадобится. 15-18 центов за киловатт будет достаточно. Решение об отведении земельных участков будет принимать уже следующее правительство Германии. Кто получит эту землю и под какие цели. Для того, чтобы ускорить энергетический переход, понадобится внести изменения в законодательную базу. Продолжение следует...